Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о первом стихе 24 главы книги «Бытия», в которой говорится «Авраам был уже стар и в летах преклонных, и Господь благословил Авраама всем». Потому что, читая этот стих, всегда возникает вопрос, а действительно ли все, что происходило в жизни Авраама, было знаком благословения. И перекликается с историей Авраама, конечно, история его супруги Сарры, о которой рассказывается в предыдущей главе, в 23 главе, говорится о жизни Сарры. И эта глава начинается словами «Жизни Сариной было 127 лет, вот лета жизни Сариной». И мы с вами ждем, что будет продолжение, и будет рассказана история жизни Сары с самого начала до конца. И, конечно, если сначала, то скажут, в какой семье она родилась, какое получил воспитание и так далее. Ничего подобного. Сразу после этого говорится «И умерла Сарра Кириаф Арбе, что ныне Хеврон в земле Ханаанской». И вот здесь очень парадоксальная и важная вещь. Рассказ о жизни начинается не с начала, как мы бы себе представляли, а с конца. И в конце этой 23 главы тоже сообщается о том, что Авраам похоронил Сару в пещере рядом с Мамбре. И вот затем уже начинается повествование о почтенной старости Авраама. В глубокой старости он получает всю ту же полноту благословений, которая сопровождала его на протяжении всей жизни. И вот эта ситуация позволяет нам проникнуть в философию жизни и смерти. Если перефразировать знаменитую пословицу «Скажи мне, что ты думаешь о смерти? Что для тебя смерть?» Я скажу, что для тебя жизнь. Наше восприятие смерти в действительности отражает наше отношение к жизни. И это очень важно верующему человеку для того, чтобы действительно жить жительствуя, жить полной жизнью, а не той жизнью, которая является умиранием, дорогой к смерти. Чтобы жизнь жительствовала. И обратите внимание, в русском переводе, в синональном переводе, говорится «лета жизни саренной». Слово «лета» всегда обозначает что-то благоприятное. Например, у нас у всех на слуху «лето благости», «лето благоволения». Это когда мы счастливы, когда мы живем благополучии, когда наша жизнь как полная чаша. И противоположное ему состояние мы называем «лихолетием» или «невзгодами». Поэтому «лето», «год» — это не просто какой-то хронологический отрезок в 365 суток, а это какие-то моменты счастья, важнейшие вехи на жизненном пути. И теперь, если мы обратимся к истории Авраама и Сары, действительно ли их жизнь можно считать благополучной, успешной в нашем житейском понимании счастья? Скорее, их жизнь была полна невзгод и обездоленности. Авраам дважды уговаривал Сару притвориться, будто она ему не жена, а сестра. Сначала в Египте, а затем в Гераре. После этого Сару отвели в царский Гарем, и с точки зрения морали замужней женщине, почтенной женщине, оказаться в наложницах — это весьма сомнительное удовольствие. Всевышний неоднократно повторял обетование, что у нее будут дети, но до глубокой старости она оставалась бесплодной. Ничего об этом подробно не говорится, но вы легко можете себе представить состояние женщины, и которая, в конце концов, устает ждать, отчаивается, принимает это унижение. И в этом состоянии унижения идет на то, что предлагает своему мужу взять в наложницы свою служанку, агарь, для того, чтобы было хоть какое-то потомство. И каким унизительным и мучительным было это решение, мы можем лишь догадываться. Что ей предстояло пережить, когда Авраам решился принести в жертву их единственного сына Исаака, ее единственного сына, в тексте не сказано. Знала ли она вообще об этом, и спрашивал ли кто-то ее согласие. Поэтому очень многие моменты в жизни говорят, что ее путь был полон неопределенностей, горьких разочарований. И точно так же и жизнь Авраама не была совсем счастливой по нашим меркам. Бог также повторял обетование подарить ему страну ханаанскую. Ну вот умирает царь, и Авраам признает перед жителями этой страны, что он по-прежнему здесь остается чужим пришельцем. У него даже нет небольшого участка земли для того, чтобы похоронить свою жену. Поэтому ему нужно заключить довольно унизительную сделку, вести переговоры с хититами. И он вынужден признать, что в конце своей жизни он по-прежнему остается пришельцем, странником, которого приютили лишь на какое-то время. Он уходящий. И поэтому как понимать эти странные слова, что Бог благословил Авраама во всем? Не менее странным и вызывает сомнение, тревогу, слова о смерти Авраама. В 25 главе говорится, «Наконец Авраам изнемог и умер в старости счастливой или доброй, будучи престарел и насыщен жизнью, и присоединился к отцам своим». Итак, ему было дано обетование, что он станет родоначальником великого народа, что он станет отцом множества, и его потомки унаследуют землю. Но ни одно из этих обетований при его жизни не исполнилось. Поэтому как можно сказать, что он был насыщен, то есть совершенно доволен, удовлетворен своей жизнью? Вот почему очень важно понять, в чем смысл смерти, для того, чтобы по-настоящему понять, в чем смысл жизни. И здесь нам на помощь может прийти великий философ Фридрих Ницше, один из самых гениальных людей новейшего времени и, безусловно, один из самых опасных, отец сомнения. И вы прекрасно знаете, насколько он неоднозначно относился к религии вообще, и в частности к историческому христианству и к иудаизму. Но некоторые его слова заставляют задуматься. Например, в «Сумерках богов» он буквально говорит «Тот, у кого есть зачем, которое делает его живым, может вынести все как». То есть, если у вас есть понимание смысла жизни, ради чего вы живете, цель. Такой человек может преодолеть любые невзгоды. В таких обстоятельствах, когда многие привыкли лишь выражать свои возмущения, как такое может случиться, о чем думает бог или куда смотрит начальство, мудрец не теряет из виду самое главное. Он не теряет из виду смысл жизни, на что он надеется, и поэтому все остальные вопросы отступают на задний план. И в генеалогии морали Ницше беспощадно критикует религию, но при этом пишет «Ветхий Завет – нечто совершенно иное во всех своих аспектах. Я нахожу там великих людей, героические поступки, редкую, невиданную наивность сильных сердцем. И более того, я нахожу там людей, имеется в виду личностей, людей с большой буквы. То есть при всем скепсисе и отвращении к религии, к иудаизму, к христианству в частности, он с искренним уважением и восхищением относится к Библии. И вот Авраам и Сара на этом фоне, конечно, величайшие примеры таких личностей, в жизни которых всегда был смысл, и они понимали, ради чего живут. Вся их жизнь был ответ на какой-то странный зов, призвание, которое они получили в самом начале. Бог повелел им покинуть своих единоплеменников, своих родных, свою землю, расстаться со всем, что обычный человеку помогает выжить, его ближайшее окружение, его дом, его семья, родня. Отказаться от всех костылей, от всех подпорок и уйти в неизведанную страну. Поселиться там и жить всю жизнь как пришельцы, как чужие, как люди, которые не имеют никакого права на частную собственность. Для того, чтобы расстаться со всеми внешними какими-то гарантиями, опорой, для того, чтобы опираться только на нечто внутреннее. И вот здесь как раз возникает ответ на то, что такое вера, что помогает им выжить. Им помогает выжить вера, то есть доверие и верность Богу. В чем состоит их праведность, благодаря которой возникнет многочисленное духовное потомство? В том, что они верны Богу и верны тем идеалам, тому пути, который они избрали. Без всякого пафоса, без громких слов. Просто оставаться верным самому себе. И поэтому их вера и образ жизни стали настоящим благословением для всего человечества. И библейское повествование содержит ведь очень много пробелов, много о чем не говорится. И поэтому читателю предоставляется проделать труд, чтобы представить какие-то чувства, чтобы почувствовать себя в шкуре героев повествования. Особенно, когда речь идет о каких-то эмоциях. Например, мы не знаем, что испытывали Авраам и Исаак в тот момент, когда шли в направлении горы Мория. Мы не знаем, что чувствовала Сара, когда вошла в Гарем фараоной, а затем Авимилеха. Но именно поэтому так важны обетования. Не так важны наши сиюминутные переживания и потрясения. Но очень важно то, ради чего все это происходит. Авраам прекрасно знал, что все, что с ним происходит, даже самое трагическое, бессмысленное, является неотъемлемой частью великого плана, автором которого является сам Господь Вседержитель. Поэтому у него было мужество, чтобы без страха пройти через юдоль плача. Единственное, в чем Авраам был уверен до конца, что Бог будет с ним, несмотря ни на что. Именно это Ницше с восхищением называет сильным сердцем. И история XX века была отмечена проявлениями вопиющей бесчеловечности и вместе с тем явила примеры мужества и человечности, что помогало выжить и не озлобиться тем, кто с достоинством прошел сквозь горнило испытаний. Их мужество и абсолютная воля к жизни. Итак, внешние обстоятельства далеко не всегда зависят от нас. Любой из нас может стать жертвой нападения, агрессии. Но от нас зависит то, что происходит в нашем уме. Любой из нас может пострадать в результате несчастного случая, болезни, какого-то унижения, это жизни. Но воля стать или не стать жертвой исходит изнутри. Никто не может нас сделать по-настоящему жертвой, кроме нас самих. Мы становимся жертвами не в силу того, что с нами происходит, а в силу того, что мы в какой-то момент принимаем решение войти в роль жертвы. И психология жертвы уже толкает человека к ненависти, к взаимным обвинениям, к сведению их счетов, к застреванию в прошлом, к пессимизму, фактически к отказу от жизни. И может самый прекрасный урок людей, выживших и сохранивших свои человеческие качества, в горниле самых чудовищных испытаний, и состоит именно в этом. Не имеет смысла стремиться к какому-то внешнему счастью. Абсолютное счастье внутри человека. Мы рождаемся уже с необходимым запасом любви, радости, которая позволит пережить самые трудные моменты. И поэтому задолго до мучеников, новомучеников, тех, кто выжил в лагерях смерти, задолго до них человечеству это было уже известно. Это было известно с самого начала. Поэтому Авраам и Сара, первые из них, праведники, которые претерпели испытания, выпавшие на их пути, но у них было призвание, то есть осознание собственной миссии. И благодаря этому перед лицом смерти они предстали насыщенными днями. В тот момент, когда приходит к тебе смерть, ты безмятежен и готов мирно присоединиться к своим отцам. Итак, главный урок. То, что по-настоящему насыщает днями, что приносит счастье и удовлетворение, происходит не столько извне, сколько изнутри нас. В чем состоит праведность? Разве она достижима? Ведь очень часто благочестивые люди говорят, что разве возможно человеку жить и не согрешить? И поэтому, кто же из нас праведник? Конечно, никто и невозможно. Но дело в том, что праведник – это не тот, кто не ошибается. Это тот, чья жизнь определяется не капризами внешних обстоятельств и ошибок, которые ты совершаешь, а внутренней уверенностью и преданностью избранным идеалам. И такая вера помогает нам обрести то самое ради, которое дает силу претерпеть любое как. И свидетельством тому служит безмятежность Сары и Авраама перед лицом смерти. И не просто перед лицом смерти, но на протяжении всей жизни. На портале Экзогет.ру с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok